Гудгейм 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 Все будет открыто все видно и все не пытаются спрятать от кого то. Поэтому все могут увидеть сколько кто забрал. Гарантированно 100 тыс. будет призовой фонд. Плюс нам помогла компания Lenovo Legion, она выделила девайсы на турнирный фонд на 5 мест. Я просто попросил, ну, в общем, они как бы не отказали, и спасибо им большое за это, да. Там за первое место клавиатура, наушники, мышка, коврик, ну, соответственно, за второе там клавиатура, мышка, коврик, третье место мышка, коврик, и потом четвертое-пятое по коврику. Примерно не оценивал, сколько это в деньгах? Нет, не оценивал, даже времени совсем не было это оценивать. Ну, в общем, девайсы так хорошие, клавиатуры, я смотрю, такие добротные. Это, наверное, 1025, как минимум, за первое место. Да, да, я думаю, скорее всего, да. Да, думаю, да. По проведению поговорили, теперь по участникам. Кто приехал, кто не приехал из ожидаемых, кого бы ты хотел еще видеть здесь, возможно, на третьей части? Ну, в общем, приехал Аверс с Украины, считается. Это, значит, получается, международного формата турнир. Поэтому, да, спасибо ему большое за то, что он сказал и сделал это. Ну, видеть всех, конечно, игроков, то есть, и не дальнего зарубежья, хотя бы ближнего СНГ, то есть бывшего. Ну, вот, там с Украины могут игроки некоторые приехать, с Белоруссии могут игроки приехать. То есть, ну, и так из России, там, да, Казахстан может приехать, в принципе. Мы постараемся сделать следующий турнир более, ну, масштабнее. Не в плане, там, масштабнее, что будет какое-то новое место. Наверное, место будет здесь, но только призовые нужно собрать большие. Если, там, замотивировать других игроков, в общем, призовыми. Если было бы тысяч двести, я думаю, игроки бы тоже подумали, ехать сюда или нет. Ну, типа, была я хотя бы, вот. Я думаю, для них это не проблема приехать сюда просто. Ну, если призовой, например, сто тысяч будет, я думаю, он без проблем приедет за первое место. Ну, если вот сейчас, допустим, сколько за первое место? Пятьдесят? Пятьдесят, да. То есть, нужно призовой в два раза больше. Ну, то есть, хотя бы, чтобы двести тысяч. Вот, я думаю, если будет сто тысяч за первое место, я думаю, он приедет, ну, то есть, да. А если не секрет, сколько было всего вложено с учетом аренды, в учет каких-то еще трат? Да, я не буду скрывать ни от кого. В общем, мы собирали 200 тысяч, но в 200 мы не вложились. Я добавлял свои, как всегда. И прошлый турнир тоже я добавлял свои. Пускай это будет мой вклад всего лишь в турнир, я же никого не буду требовать эти деньги. Понятно, что мы проводим за счет комьюнити это все. Все участники этого процесса, каждый, кто здесь, может, кто не здесь, просто поддержал турнир. Спасибо Русбрейну, как всегда, он нас выручает, какой очередной раз. Ну, я думаю, тоже завтра будет турнир же, ну, и я ему отдамся, ну, не отдамся, в плане того, что помогу полностью своим опытом, энергией своей, ну, помогу ему это сделать, турнир организовать, поэтому, я думаю, мы будем расчетить с ним. В плане помощи, я помню, в первой части вам помогали ФКС, ребята, в этот раз как? Все, все, поддержка от них, как мы. Я им помогаю, они мне помогают, поэтому они на этот турнир тоже дали мне помощь, команду, два человека, спасибо им большое, они меня выручают очень, в этот раз. Что-то еще есть от них или от кого-то еще помимо Брусбрейна, то есть какой-то масштабный? Близзард, да, Близзард. Я, ну, в общем, я с ними связался давно, получается, я с ними так общаюсь по почте, то есть, ну, там уже подключилась команда, то есть там IP-адрес нам выбили здесь белый на целый турнир, то есть в прошлый раз проблема была по заходу с IP-адресом, да, и решилась только она в середине турнира. А в этот раз я уже непосредственно перед турниром написал письмо, им запрос сделал, они все, как бы, ну, и подарки прислали они, подарки для Русбрейна. На турнир по Русбрейну или для этого турнира? Да, прислали они подарки, да, там, ну, я, как говорится, сразу узнал, кому я что распределю, потому что там были топ-донатеры, ну, турнира, да, до года и прочее. То есть Рицу я обещал там, ну, некоторые там вещи, да. Ну, и там они прислали, там только хороший подарок там есть, пилон этот, который зарядка. Ну, его забирает Русбрейн, как бы, тут сразу я, тут у меня не было даже мысли кому-то еще, там, я ему отдам его завтра, а он решит что-то с ним делать. Поэтому это его будет, как бы, он нам помогает постоянно, и я не даже, ну, не сомневался, кто получит пилон. Сейчас уже есть какие-то обнометки на третью часть? Возможно, какие-то уже есть договоренности предварительные или планы, даты, возможно? Нет, даже, ну, мысли пока не было об этом. Ну, я думаю, как турнир закончится, это все уляжется, и опять снова захочется сделать турнир. И я думаю, вот, мне так постоянно приходит, оно как ком, то есть накатывается, 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 все принимается очень быстро, там, турнир в это время, давай, там, Серега написал, так, когда делаем турнир, он, давай, тогда, давай, все, открываем, открываем, все, и все. А оно, как бы, ну, 4 месяца, 3-4 месяца нужно на подготовку, мне, ну, вот, в моей вот ситуации, там, не только этим занимаюсь, поэтому, а так, ну, вот, 3-4 месяца, и я думаю, оно за месяц, за два, и отлично. После прошлого турнира были мысли, что, там, нафиг это надо? Нет, я думаю, я даже не сомневался, то есть, да, тяжело, то есть, оно, ну, 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 как ты подумаешь, потом, какие, то есть, ты получаешь эмоции здесь, и после турнира, ну, все это, как бы, это все силы, что-то я влажу в этот турнир, они, как бы, перекрываются всем вот этим эмоциональным зарядом, которые после турнира получают. А делать турниры, я думаю, нет, ну, если не мы, то кто его делать? Поэтому, так и висит, все, держится на старой школе. А есть люди, конечно, помогают на словах, на словах, помогают, да, и спасибо им за это, хотя бы за это. То есть, кто, я думаю, кто захотел бы помочь в турнире, то есть, есть люди, которые, например, до года, он пришел, сразу сказал, я хочу столько денег, вот, дать вам на турнир, все, он сделал, все. Поэтому, ну, тут, я говорю, желание, если есть желание, то есть, будет и результат. На работе, вы знаете, про твое увлечение, зоркрафт, там, из первого премия турнира организовываешь? Да, конечно, все знают. Как к этому относятся? Ну, как, все люди, которые взрослее, мне кажется, 45 лет, они, как бы, это на развлечения смотрят. И когда я им говорю, какие-то, например, призовые, там, в мире где-то, понятно, там, зоркрафт не дорастает, а других дисциплин по призовому, им все равно. То есть, и они видят, и бывали люди, которые спрашивали, что ты смотришь, там, что ты играешь, я им рассказывал. И, в общем, они, говорят, пробовали тоже, но говорят, это очень тяжело, конечно. Есть люди, которые сразу говорят, это же какая скорость реакции должна быть. Ну, в общем, с научной точки зрения смотрят на это все, говорят, там, ты ее уже 30 лет, ну, ты там, больше, чем за 30, уже говорят. И оно, ну, то есть, тебе малыши там еще не уделают? Я говорю, да, конечно, уделают, потому что, ну, все, у них нет никаких проблем, голова чиста, чистый Старкрафт в голове, и все, они садятся просто, выметают меня, и все. Но я, в любом случае, участие, это самое главное для меня, победы я уже не жду от себя. Я не буду раскрывать, кем ты работаешь, но ты говоришь, что твои служивцы удивляются реакцией, но ведь у них реакция как бы на первом месте, реакция, мульти-таск, тоже, почему они удивляются? Да, в общем, я скажу, очень похожа игра в Старкрафт и выполнение вот тех, ну, работы, которые я делаю, очень похожа, работает подсознание твое. Ведь ты, когда играешь в Старкрафт, ты не думаешь об этом. Ты, ну, как думаешь, ты думаешь, но, грубо говоря, ты каждое действие свое не осмысливаешь, и получается, грубо говоря, это твое подсознание. То есть, у тебя есть билд, забитый подсознание, и ты его автоматически делаешь. То есть, знаешь, ты видишь, например, тебя атакуют, ты сразу готовишься обороняться. Ты не подумал про это, вот надо мне обороняться. Ты как на автомате это делаешь, так же и там. Когда ты следишься и начинаешь делать это все, у тебя уже есть в голове, в голове много-много-много-много-много вот этих планов твоих. Ты можешь открыть, если тебе как бы это... Да, в общем, ну, при выполнении, например, полета, ты должен быть на шаг впереди постоянно. На шаг впереди. Вот когда ты будешь на шаг впереди, то есть, в этом и заключается вот работа. Если ты будешь работать по факту, это неправильно. А вот когда ты на шаг впереди, ты думаешь, вот сейчас может мне это случиться. Может, и ты развиваешь варианты событий вот этих вот. И заключается полет, что ты смотришь наперед, то есть, вот, на 2-3 шага ты впереди. Так же, как в Старкрафте. Если ты на 2-3 шага впереди противника, то ты обязательно победишь. То есть, ты уже знаешь, что он может предпринять в этот момент, и ты на шаг его, то есть, ага, он сделал это то, что я знал. А у тебя уже это, против него есть контур, например, билд. То есть, он чизит, он может зачизить. Такой вариант возможен. Надо разведать. Ты разведал, он чизит, все, и ты уже готов к этому. Так же и там. То есть, ты постоянно смотришь наперед. Ты, например, сидишь, выпускаем колеса через 2 километра. Ты сидишь, ждешь. Ты вот ждешь, 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 ждешь. Ты все это должен сделать, создать условия, чтобы выпустить колеса. То есть, скорость передержать, высота, доклад. И у тебя все, наперед этот идет, в общем, процесс. То есть, ты себе задаешь, например, 30 действий, и когда их начинаешь выполнять, уже следующие 30 действий висят на тебе. И это заключается полет, и так и игра в StarCraft. То есть, ты ставишь себе задачи на игру, и так же и выполняешь их. А потом, если, например, проиграть, ну, там нельзя проиграть. Там, ну, то есть, твой прогресс, может быть, жизнь стоит, а тут, ну, как бы, он не будет стоить жизни. Ты, может, разберешь реплей, и будешь дальше играть. А там, может, все печально, конечно, закончится. И самое главное, что ты отвечаешь за другие их, а не только за себя. Поэтому, ну, вот в этом. А так, в принципе, похожесть очень-очень-очень близко все. То есть, какие-то последние слова благодарности, приветы? Может быть, какие-то слова ребятам, которые пришли, но проиграли? Может быть, расстроились кто-то? Ну, Коу расстроился, да, мне жалко, конечно, его. Он так, вроде, ну, должен даже, может быть, призовые места занять, конечно. Но он сильно расстроился, так проиграть, конечно, упасть в лузера, потом в лузерах проиграть. И он, наверное, сильно его подударило этот проигрыш. Наверное, скорее всего, так, начинать, может, сомневаться начать. Ну, сомневаться не стоит, надо просто дальше тренироваться, вот и все. А благодарность-то всем спасибо большое. Всем-всем-всем, кто играет в Старкрафт. Ну, грубо говоря, для вас-то это весь турнир сделал я. Потому что я тоже люблю Старкрафт, и мне всего лишь охота, что мы встречались почаще. Потому как Старкрафт сейчас онлайн, а раньше это типа чаще было. Когда турниры мы встречались, и это очень круто, действительно, когда все люди встречаются, общаются, а не только в интернете. То есть это вот свои эмоции, и укрепляется вот этот костяк игроков, то есть он укрепляется постоянно. И все друг с другом уже общаются в интернете проще, когда познакомились по очереди. То есть, ну, я считаю, это... А так, всем спасибо большое, что пришли на турнир, что поддержали турнир. Благодаря вам все это здесь, в принципе, и есть. Мы здесь сидим и берем интервью. Да, так бы каждый занимался своим делом. Спасибо. Спасибо.